сегодня мы встречаемся с участником литовского национально-освободительного движения саюдис человеком подписавшим акт о восстановлении независимости литвы дипломатом владимиром ермоленко добрый день спасибо что нашли для нас время владимир в вашей биографии на сайте сейма указано что вы родились в городе астрахань расскажите кем были ваши родители и как ваша семья оказалась в литве оставим детали которые я не расскажу просто в это время после военного времени а мои родители поженились отец остался жив после войны мама к счастью тоже и надо было жить в астрахани я там родился там не сделали значит какие-то там первые операции не знаю чего говорят что жили в стене кремля там стояла какая-то воинская часть я даже знаю там я что-то нашел какая в астрахани но это все всех это дергает а потом отца перевели в литву и мы жили в литве мама у меня из северного кавказа это район минеральных вод это большая очень я просто чуть-чуть скажу большая очень родня от колонизации ермоловской примерно она ведет свои там какие-то корни их очень много черный загар у меня есть такая какая-то генетическая примесь кавказа по линии моего дедушки которого с я никогда не видел враг народа он был советского вот и с папиной стороны папа украинец сирота после голодомора потом потом остался живой после войны так и родился приехали в литву бабушка там все что там было все пооставляли все попродали но это примерно так же как наверное будет после того как все это безобразие и мракобесие закончится что-то пробует происходить похоже как и после второй мировой войны но это к тому где я родился вы участвовали в движении за восстановление независимости несколько раз были депутатом парламента депутатом верховного совета скажите как и когда вы прониклись идеями борьбы за свободу литвы за свободу литвы это отдельный случай а вообще за свободу правда ведь понятие свобода но не зависит от того какая ваша национальность вообще этническое понятие в свободу не входит свобода прав человека женевские конвенции хроники текущих событий это все свобода радио свобода радио фри юроп и свобода немножко разные акценты правда русская служба если когда-то вспомните свою историю если фри юроп можно было ловить и довольно долго пока глушилки включались на волне сидеть то свободу глушили первые пять минут я знал все 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 перескоки и можно было фактически хорошо отслушать все передачи так вот свобода мне кажется что это внутренняя необходимость для человека если он действительно человек это такое у меня представление о том что такое права человека что такое судьба человека что такое правда и неправда то есть это на самом деле путь вы в семье говорили на литовском языке я говорили до сих пор говорим на русской но наполовину скажем уж с одними внуками я говорю на 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 русском а с внучками двумя говорю на литовском смешанные браки где вы черпали знания в таком случае в советские годы советские годы это улица все мои друзья я был трехлетний мальчишка каждое утро проходил молочник и кричал пенос пенос и бабушка говорила я знаю пенос это молоко и пошли мы к ней выход к нему выходили и такими мерами продавали молоко было пол-литровая мера литровая мера у него разливное молоко свежие такой колясочки он возил в каунасе а когда все таки у вас возникло осознание и понимание того что литва это отдельное государство национальное государство вы прониклись именно идеями за восстановление независимости литовского государства слишком высокое слово проникся не проникся я просто жил и думал я жил здесь я ездил в москву и в москве встречался с людьми с художниками там с какими-то диссидентами я иногда об этом даже не знал с поэтами с театральными людьми вы сидите и вдруг пожилая женщина замечательная совершенно удивительный салон у нее всегда был я там был принимаем так сказать и вдруг она говорит и вот знаете мы женились и саша нам дал визы и мы выехали в финляндию я говорю какой саша керенский говорит понимаете то есть это не обязательно быть проникнутым идеей быть свободным в литве там на украине это быть свободным это знать правду это я не знаю как это объяснить все но это это необходимо понимаете вот когда вы читаете про декабристов или читали когда-то про декабристов да я могу сказать что например запала фамилия кто ими занимался вот про николая первого тоже можно было написать очень интересно потому что там не все как сейчас эти тех которые всех обзывают русофобами вот эти вот как их которые там сидят которые вот это употребляют эту терминологию там не все так так просто с этим николаем особенно в начале когда вот надо было три свидетельства и после этого только брали в кандалы три доноса это многие многие потомки декабристов я знал некоторых до сих пор живые люди потомков говорили об этом или скажем муравьев вешатель в литве николя муравьев профессор ливенского покойные уже университета его грансан ну внук и и амурский муравьев и там еще муравьев апостол декабрист это одна семья нет нет я не из тех муравьевых я не из вешатель понимаете это это внутреннее необходимое свойство для того чтобы понять каком мире ты живешь каким мир ты хочешь сделать и какой мир ты принимаешь литва это просто вокруг было все вся моя жизнь у меня была знакомая девушка с которой я говорил по-русски она со мной говорила по-литовски я стеснялся говорить потому что я неправильно там ударение делал или еще что нибудь расскажите как вы пришли в инициативную группу которая в конечном итоге не только она но она в том числе добилась восстановления независимости литовского государства ну выборы были были выдвинуты верховный совет литовской советской республики людей которые которые вот здесь представлены мы уже работали отдельно мы работали над документами более-менее так сказать по секторам ну и началась работа чистое голосование понимание понимание того что мы делаем как мы делаем вот например была создана группа контактов с советскими парламентариями депутатами извините там трудно их назвать верховными советами и это я помню что 9 мая 90-го года значит я был включен в эту группу не потому что я русский а потому что видимо надо было для контакта и потом это плюс на том фоне что мы значит вроде вот этих вот русофобов и фашистов на украине я в кавычках это говорю вот мы вроде тоже такие же националисты ну значит вот он русский то у нас в этом в парламенте кстати сидели другие русские после этого надо было была блокада и надо было ехать горбачеву вдруг меня вызвали ну как вызвали позвали и сказали слушай мы тут формируем делегацию ландсберге сказал работал я много уже по правам граждан и так далее вот это комитет был извините я не написал поэтому точно не скажу и предложил ты 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 сможешь с нами поехать двадцать седьмого в москву горбачев значит ну приглашает на разговор я говорю да потому что я уже сидел я вам показывал на этом я все все более менее понимал мне было интересно посмотреть на больших партийных бомб которые затеяли всю эту перестройку в живую видите пообщаться это всегда интересно и была создана делегация витал тос ландсберге с премьер казимира прунски не сауле шальтианис чесла факинчиц как поляк значит владимир эволенко как русский очень интересная поездка была домик напоминал его новоогорёвский это такая знаете архитектуру девятнадцатого века как горько в которой ленин помер абсолютно один к одному подъезд через два периметра мы пробрались с собаками там и с этими подъемными с автоматчиками ну и там поговорили после этого опять пауза после этого приезжали какие-то делегации у нас были хорошие контакты во всяком случае у меня с рядом депутатов российского верховного совета ну рософсерского они приехали очень странная была делегация и начали говорить о том что было хорошо с нами поговорить но они представляли что этот разговор должен быть как между бывшими советскими республиками а мы все-таки уже анонсировали то что мы государство то есть немножко не получалось как бы так сказать ну не понимание было да нет что вы это же будут границы надо будет визы что надо будет визы чтобы к вам приехать да наверное так это все кончится в какое-то время вот такие разговоры то есть разное понимание обыкновенных вещей которые для нас потому что мы работали были понятны а там люди которые сидели под советским прессом это лозунг коммунизм это молодость мира и его возводить молодым шутка была в то время когда этот лозунг появился при хрущеве что-то не помню уже ну значит старикам там не жить только молодым понимаешь так вот когда люди живут под этим прессом и говорят о том что если вы хотите литовское государство это национализм я им отвечал но если вы говорите что вы все русскоговорящие так вы представьте себе что англоговорящие страны все начнут объединяться на это в основе что это будет даже французы говорю объединяются в такую франкофонскую организацию но это чисто добровольное желание языковое какое-то а вы под этим имеете политические обоснования то есть потом это все продвигалось до тех пор пока не грянул январь 91 года в начале 90-х годов когда новая литва и новая россия начали с чистого листа могли ли вы себе представить что российская федерация времен Ельцина Гайдара Бурбулеса пойдет по пути авторитаризма и в конце концов начнет войну против Украины после августа был очень короткий период когда я очень радовался я радовался за своих друзей за страну которая культуру три дня свободы или четыре дня свободы после этого после путча московского были непередаваемы а потом все стало снова как-то закручиваться без терминологии ЦК КПСС но с тем же самым идеологическим наполнением вся вот эта такая то что сейчас называется ватническая идеология реваншистская идеология она все время присутствовала и когда началась тут надо затронуть немножко что Ичхерия была провозглашена и имела переговоры с тем же самым Сергеем Шахраем это девяносто третий год пять раундов прошло в Адлере и вдруг прекратилось все и стало создаваться добровольческое якобы добровольческое такое ну ЧВК как сейчас говорят но не композиторское в Моздоке группировка фактически это то что вот сейчас мы знаем об этих пригожинцах вы хотите сказать что точкой не возврата на ваш взгляд стала чеченская война прекратились переговоры с Джохаром Дагдаевым они были очень хорошие они хотели то же самое что что Ишимаев в Татарстане чтоб не было советских русских войск на их территории все остальное было как в Татарстане и чтоб чеченцев не забирали туда в российскую территорию понимаете больше ничего другого не было кто чего там не поделил война началась и особенно когда вторая война когда уже был слабый Ельцин после 96 года слабый не чисто физически а слабый потому какое влияние приобретали вот эти реваншистские ну как мы можем сказать империалистические неоимпериалистические силы что такое великая Россия если ее никто не боится вот я очень коротко это сформулирую вся все величие держится на страхе этого не может быть но это произошло и когда кагабиста поставили на ФСБ из Санкт-Петербурга Владимира Путина Владимира Владимировича не Маяковского тогда все стало ясно я просто не думал что это будет с такой скоростью потом прошли эти все акции со взрывами якобы на учениях сахарного песка потом был Норд-Ост потом было принуждение к войне 2008 года это была Абхазия уже была это была Южная Осетия война в Грузии это уже 2008 год и это было абсолютно ясно я тогда работал а я тогда работал послом в Румынии я был на этом саммите я знаю о чем я говорю я помню как мой президент шел вокруг стола и говорил Джордж это тебе нравится нет это не я это кондолезы вы считаете что запад на том самом бухаресском саммите совершил ошибку что не дал четких гарантий Украине Грузии и Молдове в том числе по вступлению в НАТО да я и тогда так считал и сейчас так считаю тем более я просто вам напомню была такая газета русская мысль редактором ее была мадам Иловайская Альберти покойная когда-то здесь была Элена Боннер это еще с флагами там ходили мы чего-то боролись за площадь Сахарова вот около спавдосруму была Елена Борнер приехала тоже Иловайская я помню разговор и с одной и с другой другая была интересная а что вы думаете про НАТО меня спросила госпожа Иловайска я говорю что тут думать мы просто если не будем в НАТО ну это опять будет то же самое что было ведь у слабого у сильного всегда бессильный виноват это крыло в басне читать надо классику она сказала дай дай вам бог только быстрее быстрее потому что все у них как-то возвращается то есть вот человек который прожил сложную жизнь в западном обществе он это видел тоже я мальчишка ну молодой все таки я тогда был более-менее здесь я тоже это чувствовал вот это чувство о том что это должна быть быстро и тогда не будет ничего плохого потому что Ельцин договаривался с Биллом последние переговоры в Стамбуле девяносто девятого года Ельцина и Билла каблы уже сейчас не не зашифрованные вы читали не читали прочтите отдай мне это все Билл я им устрою свои гарантии то же самое говорил молотов Риббентроп то же самое Сталин говорил это мои гарантии вот это тридцать девятый год он вернулся в девяносто девятом году и это фактически я не назову это Мюнхеном но это очень похоже на то что это не то что слабина это непонимание того что такое стабильность в мире это нарушение извините меня физического закона термодинамики давайте поговорим о межнациональных отношениях в странах Балтии после 1990 года Литва стала единственной из балтийских государств где не был введен институт неграждан литовский паспорт получили все представители нацменьшинств кто этого хотел выходцы из других советских республик в том числе и вы на ваш взгляд эта модель себя оправдала что значит оправдала мы если говорим про Балтию это одно если мы говорим о Литве да оправдала я просто знаю что из процесса переговоров с Россией очень много было то что мы делали потом в Верховном Совете вот принципы гражданства они были заложены вот в этом временном конституционном акте который я вам показывал но разработаны как законы уже в то время когда мы стали независимым государством оно продолжало то же самое но была дилемма вернуться ли к формуле о том что граждане Литвы все являются все кто был гражданином или потомком граждан 38 года ну последняя конституция либо мы можем себе позволить сделать какие-то там исключения из этого правила но я помню что были открыты такие слушания как сказать дебаты и в общем то я участвовал в этих процессах как вот и в саидистское время в Каунасе я не имел права голоса голосовать но я имел право высказывать аргументы я трижды уходил из заседания я говорил о чем вы говорите популяция российско-говорящего населения в Литве гораздо меньше чем в Латвии и Эстонии то есть на самом деле мы выигрываем в переговорах если мы пойдем по этому пути трижды поверьте мне это было нелегко я не хочу сказать что это такой геройский посток это просто я так так думал так чувствовал и никто там не осуждал не особенно там я сам не очень к этому так относился в Латвии и в Эстонии была более сложная ситуация это действительно так в Литве было так мы не будем брать маргиналов и то что мы сейчас называем вата им помочь невозможно и до сих пор им невозможно помочь какие бы они ни были наши местные русские ли они поляки ли они литовцы ли они поверьте мне я живу здесь им невозможно помочь вторая часть это те которые вдруг поняли что они теряют свою так сказать исконную родину какую-то надежду вот я когда в Румынии работал там староверы со времен Болотникова о матушке России помнят говорят на русском в косоворотках ходят еще прекрасный говор у них такой старо-старорусский знаете они сохранились как как этнос как ну меньшинство небольшое по Дунаю они в основном были они так и пришли в Румынию мне было очень интересно с ними разговаривать Матушка Россия когда они поняли что она отличается от той матушки которой они говорят после того как часть из них уехала в Россию после победы во второй мировой войне когда Сталин приглашал и стали приходить письма очень странного свойства из которых можно было понять что им ой 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 как неплохо живется в кавычках в России Владимир на фоне войны в публичном пространстве стран Балтии идут дискуссии о роли русской культуры в Литве уже переименовали русский драматический театр ряд школ названных в честь русских писателей национальный театр оперы и балета Литва отказался от постановок по произведениям русских классиков какова ваша личная оценка этим процессом я помню время когда меню в паланге не писали на русском языке в какие годы девяностые все проходит сказал экклезиаст такая моя позиция проходит оно пройдет если действительно страна перейдет через вот этот вот брод не это определяет не территориальная огромность и величество величайшая настроена на страхе не определяет великость государства а культура если мы знаем о том что достоевского стали читать только чуть-чуть уже во времена брежнева ну после революции там интересно было там если вы когда-нибудь смотрели на то что публиковалось в советской россии то был такой период до закручивания в тридцатых годов конец конец двадцатых арабовские все эти перестрелки словесные и прямые культура ведь не зависит от того есть сосаниды или нет сосанидов а улукбек и остался улукбек правда амархаям двенадцатый век амархаям а кто был его правителем вы помните нет я тоже не помню эти камни в пыли под ногами у нас были прежде глазами пленительных глаз это амархаям жизнь нельзя сократить и нельзя изменить как говорила амархаям вы это имеете ввиду да абсолютно она пройдет понимаете вот проходит жизнь проходит жизнь как ветерок по полю ржи ну вот вот должно это пройти оно не может не пройти если мы вернемся на примеры какие у нас уже были в европе это фашистские костры это советская цензура очистка литературы от всего что можно и что нельзя делать и что это не приводит ни к чему насколько это актуально сейчас да на фоне страшной войны крови и того что чувствует многомиллионный народ Украины солидарность выливается вот в эти формы ну я не знаю можно ли сейчас говорить нет но не делать можно не стремится быть в первых рядах это было это это то что это по